В начале встречи Аким Кустанайской области зачитал доклад по итогам социально-экономического развития региона за 2015 год, а затем ответил на вопросы пришедших на встречу жителей региона. К примеру, женщину из села Диевка у Ликольского района интересовало, будут ли деньги на завершение строительства автодороги к селу. Аким ответил, что сначала выделят деньги на подготовку ПСД, затем будут изыскивать средства. Как известно, в Джетегоре самые высокие тарифы в области на теплооснабжение. Джетегоринская городская котельная не имеет отдельного газопровода, а газ получает от городских сетей, там 300 метровый отпайкер. Из-за этого 300 метров транспортировки газа ежегодно теплокомпания платит транспортировку Альмаку 65 миллионов тенге за транспортировку газа. У меня вопрос. Возможно ли построить отдельный газопровод от газораспределительной станции до городской котельной, чтобы разделить? По Джетегора Коммунэнергию у нас есть проблемы, есть вопросы. Себестоимость высокая, предприятия каждый год от обеда сезона заканчиваются большими убытками. И в этом году мы в конце обеда сезона, еще сейчас где-то полтора месяца есть, наверное, будем датировать около 50 миллионов тенге в среднем с местного бюджета. Поэтому я проводил совещание. Насчет отдельного газопровода, сейчас сказали бы 300 метров, но по моей памяти нам нужно где-то около 5-6 километров надо строить отдельный газопровод. Да, много так. Да, 5-6 километров, да. Но надо сперва ПСД разработать. Одни говорят, что цена будет 100-130 миллионов тенге, другие говорят там 200 миллионов тенге. Все покажет проект документации. Жители поселка Октябрьский интересовались газификацией поселка. Аким отметил, что все зависит от работы Кастронсгаза и Мака и подрядчика, который возьмется за строительство газопровода. Дачники из кооператива Тимирязевска интересовались подведением обещанного ранее электричества к их участкам. Аким области взял вопрос на контроль. В Камустинском районе, по словам местной жительницы, затруднен провоз и проживание детей. При том, при здании Алтенцаринской средней школы имеется пришкольный интернат, который может разместить детей из близлежащих населенных пунктов, обучающихся как на государственном, так и на русском языках. Насколько мне известно, для проведения капитального ремонта необходима разработка проектно-сметной документации. Ну и, разумеется, средства для этого. Вопрос. Возможно ли решение этого вопроса и внесение капитального ремонта школы в перечень инвестиционных проектов 2017 года? Есть занятие интерната при школе. Мы порядка 10 миллионов у нас сейчас соблюдены на ПКСД. А 100 миллионов примерно сколько будет? 100, 200 миллионов, 70? Более 100 миллионов. Более 100 миллионов. Давайте через дорожную карту занятие заявлять на 2017 год. Мы поддержим. Сельхозтоваропроизводители интересовались, как будут выделять субсидии на развитие сельского хозяйства. И просили озвучить, как им жить без гектарного субсидирования. Аким ответил, что необходимо развивать новые направления в сельском хозяйстве. У крестьян остается субсидирование на минеральные удобрения, гербициды, возмещение отчасти затрат на покупку техники, мясное животноводство, в частности приобретение породного скота. У нас в хозяйстве, в сельском округе, совсем другая картина. У нас очень много земель, сельскохозяйственных назначений, принадлежащих госресфонду. У нас в 2015 году отобрали, значит, и посевные площади, на которых мы сели ученицу, сенокозы и пастбищ. У нас вопрос, это не только мой, это несколько крестьянских хозяйств, это более 10, 15 в сельском районе. Может быть, вы нам можете помочь? Это, во-первых, особо охраняемые земельные участки, земли лесфонда. Поэтому проверка проведена была прокуратурой области, другими правоохранительными органами, и выявлены были большие нарушения. Потом были судебные процессы, оспаривали итоги проверки прокуратуры, но здесь, значит, проверка была правильная, и нарушения, которые выявлены, они судом признаны законными. То есть, поэтому здесь, с чем мы можем помочь? Здесь, как я помню, один выход. Или надо эти земли убрать с особо охраняемых земель лесного фонда, или надо провести корректировку, то есть сократить площадь этого заказника. То есть, над этим надо работать. Мы будем работать, и сейчас министерство мы направили письма. Встреча с населением шла, в общем, около двух часов. Не все желающие смогли задать свои вопросы о Ким области. Однако, как отметил Архимед Мухаммедов, каждому ответят письменно. Алексей Басарнов и Татьяна Калюжина, РТН.